Контратака захлебнулась, а нам поступил приказ готовиться к ночному бою. Вроде тщательно проверили оружие, а тут и горячую пищу подвезли. Настроение у всех поднялось, поужинали, свернули самокрутки и завязался солдатский разговор. Все вели речь о Днепре. До него рукой подать. За Лепетихой даже видна была уцелевшая мостовая переправа. Лейтенант Мицелевский мечтательно сказал, «Теперь прямая дорога до моей Горяевки. Скоро обнимать родных будешь, Коля», сказал лейтенант Сычев. «Ну а я уж от души за тебя порадуюсь». Я слушал боевых друзей, вспоминал далекий Казахстан. «Когда вернусь туда? Да и вернусь ли? Ведь впереди бои, и каждый из них может стать последним». Недолгим был отдых. Я прервал мирные беседы. Надо было готовиться к ночному бою. Для станковых пулеметчиков он особенно труден. Стрелять приходится как бы на ощупь. Можно в любой момент поразить свою пехоту. Очень важно все время не отставать от цепи, чтобы немедленно открыть прицельный огонь. Приходилось переносить огромные физические нагрузки. Продолжение следует...